Всем привет! В этом уроке мы создадим простую композицию из разных примитивов и поговорим о том, как... Добавить H-Drive в сцену. Вписать эти объекты в фон с градиентом из Photoshop с помощью RedshiftMate. Привязать значение фокусного расстояния камеры к параметру DistanceDimensionTool. С помощью специального скрипта в Expression, чтобы получить аналог фокус-пикера из других рендеров. Настроить RedshiftBK и научимся применять специальные BK-фильтры. Приятного просмотра! Приятного просмотра! Итак, для начала создадим несколько разных объектов и расположим их на Plane. Естественно, объекты должны находиться на разном расстоянии друг от друга. Чтобы затем было удобно управлять глубиной резкости и фокусироваться на любом из них. Чтобы создать объект в Maya, зажимаем пробел, переходим в меню Create и выбираем любой из Polygon Primitives. Давайте добавим сферу, затем Plane. В данный момент Plane немного меньше сферы, поэтому нажимаем R, чтобы отредактировать масштаб и увеличиваем его. Затем делаем Reset XForm с помощью меню Modify. Там выбираем Freeze Transformation и Reset Transformation. Также можно не использовать инструмент для редактирования масштаба, а просто зайти в параметры объекта. В данном случае это вкладка Polyplane 1. В ней увеличиваем Width и Height. Какой метод использовать, решать вам. Кстати, я всегда работаю с единицами измерения, которые установлены по умолчанию. Это сантиметры. Я рекомендую проверить эту опцию перед тем, как продолжать урок. Для этого заходим в меню Windows, Settings, Preference. Затем выбираем Preference и открываем вкладку Settings. Для опции Linear, у вас должны быть установлены сантиметры. Также в настройках Plane, выключаем Subdivision для Width и Height. Так как в нем нет необходимости, из-за того, что мы не сглаживаем данный Plane и не применяем к нему Displacement. Далее уменьшаем сферу. Делаем Reset Transformation. Затем добавим еще один объект через меню Create. И, конечно же, создаем камеру. Она находится там же в меню. После чего размещаем ее таким образом и, чтобы смотреть из камеры, нужно зайти в меню Panels и выбрать Look Through Selected. После чего настроить ракурс. Далее добавляем еще несколько любых объектов по вашему усмотрению. Кстати, для удобного перемещения объектов, можно использовать несколько видов Viewport. Для этого наводим курсор на Viewport и нажимаем пробел. Пока этой композиции из объектов будет достаточно. Давайте теперь активируем Redshift Render. Для этого нажимаем данную иконку и в Render User выбираем Redshift. И сейчас немного поговорим о настройках. В последнее время я предпочитаю использовать Progressive Rendering. Так как в таком случае не нужно тратить много времени на подбор правильного количества сэмплов. И делать много настроек. Достаточно просто ввести количество пассов в окне Progressive Render. И для превью я использую 64 или 128. Для финала в большинстве случаев 1024 достаточно. Конечно же, не забываем активировать опцию Enable. В кладке GI используют связку BrutForce и Radiance Point Cloud. Нам Raze для BrutForce 16 будет достаточно. Закрываем настройки и идем дальше. Кстати, как только Вы настроите ракурс, обязательно нужно заблокировать камеру. Если Вы не планируете ее перемещение. Для этого выбираем ее и переходим в Channel Box. У меня он находится слева, но у Вас может быть справа вот здесь. Для того, чтобы заблокировать трансформацию камеры. Выделяем все параметры, относящиеся к ней зажатым Ctrl. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Lock Selected. Таким образом, Вы не нарушите положение камеры и ракурс всегда будет одним и тем же. Далее, давайте добавим освещение в сцену. Для этого заходим в меню Redshift Lights и выбираем Redshift Dome Light. В настройках этого источника нужно загрузить HDRi. Иначе, если Вы будете рендерить без него, освещение будет выглядеть так. Кстати, во время использования IPR, я чаще всего включаю опцию Fill Window. Это удобно, потому что Вы можете уменьшить окно рендера и разрешение адаптируется под это окно. Чем меньше оно будет, тем быстрее будет идти просчет сэмплов. Итак, что касается HDRi. Чаще всего для своих работ я использую сайт HDRi Heaven. Эти HDRi достаточно высокого качества и абсолютно бесплатные. Выбираем категорию Sunrise Sunset. И, например, мне нравится это HDRi. Вы же можете скачать абсолютно другую. Далее в Photoshop создаем такой фон с помощью инструмента Gradient. Возвращаемся в сцену и загружаем эти карты в Redshift Dome. В HDRi помечаем в Dome Map. А фон, который рисовали в Photoshop, помечаем в Backplate. Проверяем, что получается на рендере. И видим такой результат. Теперь задача превратить Plane в Matte Object. Настроить положение теней. И, кстати, если у Вас всего лишь один монитор, я сейчас покажу, как удобно работать с Redshift APR в такой ситуации. Для этого просто минимизируем окно Redshift Render View. И, например, Вы можете поместить его сюда. Как только Вы наведете курсор на данную сторону, она подсветится голубым цветом. И так будет с любой стороной, на которую Вы наведете курсор. Я обычно помещаю это окно слева. Кстати, даже имея второй монитор, я чаще всего работаю именно таким образом. Так как на нем размещаю PureRef со всеми референсами, а не окно рендера. Далее, чтобы изменить положение теней, выбираем RS Dome Light, нажимаем E и поворачиваем. Например, мне нравится такое расположение. Давайте немного увеличим Plane, чтобы тени не обрывались. Так как, когда Вы примените мат и материал, они все равно будут обрываться. Итак, сцена для урока готова. Идем дальше. Теперь создадим мат и материал для Plane, чтобы его скрыть в рендере, но при этом сохранить все тени, отражения и так далее. Для этого открываем Hypershade, нажимаем Tab и пишем Redshift Matte Shadow. В итоге будет создан этот материал, который применяем к Plane. Для этого кликаем на нем средней кнопкой мыши и удерживая ее, перетягиваем на Plane. Заходим в настройки материала, включаем IPR и приступаем к их редактированию. Вы сразу же заметите, что Plane стал черным. Не волнуйтесь, это легко исправляется. Для этого в настройках материала включаем опцию Background Environment. Затем, если захотите, можно включить Catch Diffuse. Чтобы захватывать рефлект диффузного цвета. С помощью слайдера Color управляем прозрачностью этого эффекта. После чего спускаемся ниже и включаем Reflections. Сейчас отражения слишком четкие. Можно их размыть с помощью параметра Glossiness. Для этого просто немного уменьшаем его. Теперь давайте назначим несколько Redshift Material и установим разный цвет для объектов. Чтобы их было лучше различать. Далее давайте добавим еще несколько дальних объектов. Чтобы работа с БК-эффектом была намного интереснее. После чего выбираем камеру. В ее настройках спускаемся ниже и открываем вкладку Redshift. В ней вы увидите Shaders и два слота. Нам нужен второй, который называется Length Shader. Кликаем на иконку чекера рядом с ним. И применяем Shader Redshift Bokeh из категории Length. Теперь, если запустить IPR, вы увидите Dove эффект. И сейчас поговорим о его настройках. В первую очередь, сразу выключаем опцию Derive Focus Distance from Camera. Так как мы создадим специальный скрипт, который автоматически будет учитывать это расстояние. И этот метод намного удобнее. Для начала нам нужно создать специальные манипуляторы, которые будут учитывать этот скрипт. Для этого переходим в перспективный вид. Чтобы это сделать, нажимаем пробел. Наводим курсор на Maya. Нажимаем и выбираем Perspective View. Далее, Вам нужно зайти в меню Create, выбрать Measure Tools и создать первый инструмент Distance Tool. После чего, кликаем в любом месте Plane, чтобы создать первый манипулятор. И затем в другом месте, чтобы создать второй. У Вас появится текст с расстоянием между ними. Теперь задача состоит в том, чтобы привязать первый манипулятор к камере, а вторым мы будем задавать фокусное расстояние. То есть создадим аналог Focus Speaker, который есть в Octane, Corona и V-Ray. Чтобы выровнять первый локатор с камерой, Вам нужно активировать инструмент Align Tool, который находится в меню Modify. Затем, с нажатым Shift выбираем камеру и этот локатор. После чего, кликаем на специальные синие иконки и таким образом выравниваем этот локатор относительно камеры. Но это еще не все. Чтобы локатор был привязан к камере во время ее перемещения, выделяем его и средней кнопкой мыши перетягиваем на камеру. Теперь, если временно снять Unlock и двигать камеру, то Вы заметите, как локатор перемещается вместе с ней. Это очень удобно, когда создается анимация приближения камеры и Вы хотите, чтобы фокусировка оставалась на объекте. Или наоборот, объект приближается к камере, тогда нужно второй локатор привязать к этому объекту. Возвращаемся к камеру, как сделать так, чтобы расстояние, которое показывает Distance Tool, автоматически учитывалось в Redshift Backei эффекты для Focus Distance. Итак, возвращаемся в камеру, выбираем вкладку Redshift Backei и для параметра Focus Distance создаем Expression. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на нем и выбираем Create New Expression. В итоге у Вас откроется окно и Вам нужно будет написать специальный скрипт в поле Expression. Выделяем Distance Dimension 1 и копируем данное название, нажав Ctrl-C. После чего возвращаемся в камеру. Снова вкладку RSBK. После чего снова нажимаем правой кнопкой мыши и Create New Expression. Так как у нас закрылось то окно. Вставляем название Distance Dimension 1. Затем ставим точку и пишем Distance. Точка с запятой. Копируем название RSBK1 Dove Focus Distance. Затем в этом месте ставим равно и перед этим знаком вставляем данное название. В итоге у Вас получится нужный скрипт, который свяжет значение Distance Tool и Focus Distance в камере. Затем нажимаем кнопку Create. Теперь давайте проверим работу данного скрипта на рендере. Если все правильно, то фокус камеры должен быть там, где находится Locator 2. Кстати, чтобы было удобно фокусироваться на определенной точке объекта. Вам достаточно включить привязку к этому объекту и перемещать Locator 2 по его поверхности. Тогда фокус камеры будет 100% в этой точке. И как можете заметить, во время передвижения точки фокусное расстояние автоматически меняется. И так можно очень просто фокусироваться на одном из объектов в сцене и нет необходимости постоянно вносить изменения в Focus Distance. При изменении параметра COC Radius, Вы точно будете видеть, как фокус направлен на выбранный объект. Да, это не такой же Focus Peaker, как в других рендерах. Но все же лучше, чем ручная настройка. Итак, я думаю, как работает скрипт Вам теперь понятно. Далее, давайте поговорим о всех параметрах RSBK. Я думаю, что с первой опцией и Focus Distance все понятно и не нужно ничего объяснять. Как Вы помните, мы привязали его к Distance Dimension Tools с помощью скрипта. Теперь поговорим о следующих параметрах. И первый после Focus Distance идет COC Radius. Аббревиатура COC расшифровывается, как Circle of Confusion. То есть, этот параметр определяет, насколько сильным будет эффект глубины резкости. Меньшие значения сохраняют большой диапазон вокруг объекта, на котором сфокусирована камера. А большее значение делает эффект размытия сильнее. В итоге, то, что в фокусе будет более точным, а то, что нет, размытым. И если Вы запустите IPR и попробуете изменить значение этого параметра, то Вы сразу же поймете, о чем идет речь. Ниже идет параметр Power. Кстати, когда Вы активируете опцию Use BK Image, о которой мы еще поговорим. И загрузите BK изображение, то этот параметр становится неактивным. Так как в нем нет тогда необходимости. Это происходит потому, что Redshift отдает управление этим параметром изображению. И, кстати, результат получается более естественным. То есть, происходит эффект умножения изображения на радиальный градиент. Который менее выражен в середине и более яркий по краям. Но об этом мы еще поговорим, когда я покажу работу других параметров. Итак, давайте разберемся, как же работает параметр Power. Если представить те объекты, которые находятся внефокусе, как размытые диски. Особенно, если это яркий источник света, то диск будет больше. Так вот, параметр Power управляет степенью появления и тем, как будут выглядеть эти диски. То есть, если Вы введете значение равное 10. То Вы сразу же заметите, как совсем размытые объекты и блики на них превратились в ярко выраженный круг. Значение больше 10 уже никак не влияет на результат. Еще лучше этот эффект можно увидеть при наличии источников освещения. Давайте добавим несколько. Чтобы добавить обычный источник света, заходим в меню Redshift. Далее в Lights и выбираем Redshift Physical Light. Его поворачиваем к камере таким образом. И вводим в расфокус. Также для него устанавливаем любой цвет. Например, красный. Затем дублируем, меняем положение и цвет. И так несколько раз. В итоге получаем такой интересный эффект. И теперь, если увеличить значение Power, допустим ввести 10. То Вы увидите, как те источники света, которые находятся дальше от камеры и вне фокуса, превратились в кольца. То есть, благодаря параметру Power, можно получать разные интересные BK эффекты. Но, как я и говорил ранее, опция Use BK Image делает этот эффект более естественным. Также я хотел бы, чтобы Вы обратили внимание еще на один эффект. Давайте сначала уменьшим COC Radius и значение Power до 1. Теперь обратите внимание на данный конус. Если увеличить значение параметра Power, то происходит эффект раздвоения. Это еще одна особенность параметра. Следующим идет параметр Aspect, который позволяет растягивать эффект глубины резкости. В итоге создается Motion Blur камеры. Например, это происходит, когда мы во время нажатия спуска затвора резко перемещаем ее. Увеличение этого параметра приводит к растягиванию размытия по горизонтали. Значение меньше единицы приводит к размытию по вертикали. Далее идет вкладка Shutter Blades, которая включает такие параметры, как Blade Count и Blade Angle. Первый проверяет количеством сторон бока кольца, а второй поворотом его. Допустим, если увеличить значение COC Radius до 10 и поменять Blade Count на 3, то Вы увидите, что кольцо превратилось в треугольник, который можно поворачивать с помощью Blade Angle. Эти два параметра полезны в том случае, если Вы хотите получить какой-то специфический эффект. Без использования следующей опции Use Backer Image. Так как при ее активации, они тоже становятся неактивными. Итак, мы наконец-то подошли к рассказу о опции Use Backer Image. Я подготовил архив с сборником таких изображений, которые я собрал с разных источников. Его можно скачать по ссылке в комментарии или перейти просто на мой блог Material for Toots и нажать на ссылку Redshift Backer Maps. В архиве Вы найдете разные эффекты для линзы, которые можно использовать в своей работе. В Maya очень удобно реализован просмотр изображений. Так что Вы просто можете вставить путь к ним и вырвать то, которое понравится больше всего. Или провести эксперименты со всеми. Кстати, сразу хочу предупредить, что после применения изображения, рендер станет темнее. Но не волнуйтесь, это легко исправляется. Достаточно настроить параметр Backer Image Normalization. Здесь есть две опции, которые приводят к разному результату. Особенно влияние этих двух опций заметно на каком-нибудь таком Backer изображении. Так вот, Unlead Intensity оставляет яркость оригинала, но применяет цветовой фильтр из BQ файла. А White Color Sum приводит все оттенки к белому. То есть получается такой автоматический баланс белого и изображение выглядит более естественно. Как и оригинал. Но при этом применяется изображение Backer на размытые области. Особенно его видно на источниках освещения. Насчет последнего параметра UseImageSequence. Я ничего не могу рассказать, так как не использовал его в своей работе. Плюс ничего не нашел по нему в документации. Последнее, о чем я хотел бы рассказать, это то, если Вы захотите применить эффект хроматических аберраций. То можно использовать данный БК-фильтр. С этим фильтром, данный эффект получается достаточно реалистичным. Кто не знает, что такое хроматическая аберрация, то этот эффект можно объяснить так. В зависимости от угла света, достигающего объектива камеры, определенные длины волн света, света отражаются и никогда не достигают ее. Благодаря этому создается эффект радуги, который сильнее заметен в размытых частях изображения. Чаще всего, 3D-художники используют этот эффект для придания некой художественной составляющей. В то же время фотографы, наоборот, считают это дефектом. И постоянно борются с ним в фотошопе. После применения БК-фильтра, я рекомендую экспериментировать с параметром Aspect. Потому что иногда получается достаточно интересное изображение. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok